Псалтирь Будем читать Слово Божие, книга Псалтирь, 118-й Псалом, 106-й стих. «Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Я клялся хранить и исполню». Так говорит псалмопевец. Он обещает исполнить Божьи установления, Божьи заповеди, хранить то, что Бог дал ему. Сегодня мы продолжаем рассуждение о псалмопевце Давиде. Мы уже говорили о его жизни, и рассказ о его жизни интересен для нас не просто потому, что это полезное повествование. В Священном Писании Давид назван мужем по сердцу Божьему. Что сделало его таковым? Я думаю, что каждый из присутствующих здесь, каждый брат хочет быть мужем по сердцу Божьему. Каждая сестра хочет быть мужем по сердцу Божьему, потому что муж по сердцу Божьему – это не гендерная характеристика. Это место в духовном мире. Муж по сердцу Божьему. Священное Писание говорит, что Давид был избранником Божьим, но Бог избрал и Саула. Оба были избранниками. Совершенно одинаково они были избраны по Божьему установлению. Тот же пророк, который помазал Саула, помазал и Давида. Тот же рог с маслом, который вознесся над главой Давида, был вознесен над главой Саула. Что отличает этих людей? Почему один избранник сохранил и приумножил Божьи избрания, а другой не сумел сохранить то, что Бог подарил ему? Это очень интересное повествование. Мы с вами рассуждали о первом же эпизоде в жизни израильского народа, когда Давид выходит на общественную сцену во время войны с филистимлянами. Два избранника Божьих находились в стане израильском – Саул и Давид. Оба они должны были защитить Израиль. И фактически Саул был единственный, кто мог выступить против единоборца Голиафа. Голиаф представлял собой истинное чудовище, очень сильный, могучий боец. Но Саул тоже был на голову выше всего народа израильского. Саул прекрасно владел мечом. Саул был тоже не хуже бойцом. Он знал тактики ведения боя, он знал, с какой стороны подойти, как нападать и как отступать. Он должен был выступить против Голиафа, но он спрятался в шатре. Давид, другой избранник, выходит вперед и совершенно безоружный побеждает Голиафа. Почему? Мы говорили с вами, что вся проблема в том, куда мы смотрим, на что мы смотрим. Не составляет труда для меня, скажем, пройти по доске шириной 50-40 сантиметров. Если эта доска здесь на полу лежит, а если эта доска над пропастью, где 200 метров в глубину, то я, наверное, не пройду по этой доске. У меня не хватит решимости. Почему? Та же самая доска, это крепкая доска, она выдержит меня. Иди спокойно, все будет в порядке. Нет, не смогу пройти. Страшно. Потому что мы смотрим в глубину, мы смотрим на тот ужас, который окружает нас. А если мы смотрим вверх, если мы смотрим вперед, то тогда совершенно легко пройти по такой досточке. Почему скалолазам всем рекомендуют не смотреть вниз, особенно в начале, когда люди учатся этому ремеслу? Только вверх надо смотреть. Проблема как раз в том, куда мы смотрим. И от этого зависит победа. От этого зависит результат. Давид знал, что смотреть надо вверх, на Бога. И поэтому он легко победил Голиафа. Но когда следующий Голиаф, сам Саул превратился в Голиафа против Давида, Давид уже не смог справиться со своими страхами. Он убежал, он глубоко пал, он превратился в такого труса, о котором даже стыдно говорить и писать. Но так было в жизни Давида. И все-таки он умел каяться. В этом была сила Давида. Хоть он убежал к гевскому царю, к тому самому, который был хозяином Голиафа, он умел каяться и возвращаться. Он снова вернулся к Богу. И собралась вокруг него небольшая группа таких же отщепенцев, как и он, изгоев общества. 600 человек вокруг него. Это был костяк фактически будущего войска Давида. И Давид здесь тоже, мы говорили об этом, проявлял чудеса великодушия. Что-то удивительное было во время скитаний этого человека по пустыне. Он умел прощать. Вот это качество, которое он проявил, когда он прощал Саула. Казалось бы, надо убить врага, он прощает его. Когда он прощает Навала, который так обидел его, незаслуженно обидел его. Когда он прощает своих воинов, 600 человек с ним, и 200 из них остаются у потока вассор, и не хотят идти дальше, чтобы спасти свои собственные семьи, своих детей, своих жен, свое имущество. Казалось бы, можно было рассердиться на них. Он идет, освобождает от Амеликитян имущество, освобождает от Амеликитян всех детей своих, всех, кто находились в этом стане. И когда возвращается назад, останавливает тех, которые справедливо возмущаются против оставшихся, и говорит, давайте разделим всю добычу на всех. Ну, казалось бы, зачем? Эти люди не рисковали, эти 200 человек оставались и отдыхали там у потока вассора. Но Давид проявляет великодушие, которое делает его, поднимает его, возможно, на уровень самого Иисуса Христа, который умел быть великодушным. Это великое качество, которое проявил Давид. Мы оставили в прошлый раз Давида в Секелаге, в том городе, где он жил в последнее время. Мы продолжим чтение книг царств. И начало второй книги царств звучит так. Когда Давид возвратился от поражения Амеликитян и пробыл в Секелаге два дня, вот на третий день приходит человек из стана Саулова, одежда на нем разодрана и прах на голове его. Пришедший к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид, откуда ты пришел? И сказал тот, я убежал из стана Израильского. И сказал ему Давид, что произошло, расскажи мне. И тот сказал, народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его Иоаннафан. И ниже написано, тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их. Так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его Иоаннафане, и о народе Господнем, и о доме Израилеве, что пали они от меча. Плачет Давид, и войско его плачет. Воины, которые проходили сражения, которые знали, что такое смерть, они встречались со смертью буквально каждый день. Эти воины плакали. Они плакали и рыдали, и не стеснялись своих слез, они разрывали одежды свои, они посыпали пепел на головы. Это не просто жест траура, который был принят у народа в того времени. Это было действительно выражение глубокой боли, глубокой печали, глубокой трагедии, которая постигла Давида. Давид переживал эту трагедию тем, что он плакал. Трагедии часто случаются в жизни людей. Причем всегда, когда люди менее всего ждут этого. Давид находился в Секелаге, и все, казалось, было хорошо. Он вернул все имущество. Он не только имущество вернул, жены вернулись, дети вернулись, все восстановилось. Но еще большая добыча была у Давида. Он посылал подарки по всем коленам Израилевым. Он был очень щедр в этот момент, описывает конец первой книги Царств, предыдущая глава. И вот в этот момент, когда, казалось бы, все было хорошо, приходит страшное известие. И Давид плачет. Конечно, мы по-разному воспринимаем эти печальные события. И чаще всего люди пытаются скрыть свои слезы. Сегодня не модно плакать. Сегодня люди стараются давать такие советы. Ну, ты забудься, ты займись чем-то другим, отвлекись. Может быть, надо выпить хорошенько для того, чтобы забыться и не вспоминать о печали, о горе. Совсем не так действует Давид. Давид не старается уйти от трагедии. Давид выходит ей навстречу и встречает ее в слезах. Слезы – это хорошее средство для очищения души. Ненапрасно в Священном Писании так часто подчеркивается, что слезы лучше, чем смех. Нам сегодня это не понять. Но это есть объективная истина. Христос плакал. Мужи Божии плакали. И не стеснялись, не стыдились своих слез. И Давид плакал. И это было хорошо, это было очень очищающе для самого Давида. Но почему Давид плакал? Что случилось? Ведь не отец его умер, и не мать его умерла, и не брат близкий умер. Принесли весть о том, что погиб Саул. Враг его погиб. Ну, можно было подумать, что Давид плачет от того, что тесть погиб. Убит его тесть любимый. Но тесть тестем, а ведь это был враг, самый настоящий враг, который преследовал его. И радоваться надо было бы Давиду, что наконец открылся путь к царству. Вот уже исполняется то слово, которое когда-то сказал Бог через пророка. Ты будешь царствовать над Израилем. Все в порядке? Радуйся, царь. Нет. Он плачет. Он совсем не так воспринимает весть о смерти Саула. Он не так воспринимает весть о смерти своего названного брата Иоаннафана. Они дружили с Иоаннафаном. И эта дружба была так дорога Давиду, что он плачет по самым высоким меркам. Он плачет по-настоящему. Для него это личная трагедия. Почему так произошло с Давидом? Я думаю, что у Давида, несмотря на все его недостатки, несмотря на дикость нравов, которые мы часто приписываем и Давиду, и тому времени, несмотря на это, у Давида было понятие священного. Было понятие чести. Это то понятие, которое совершенно потеряно в нашем обществе. То понятие, которое попрано в нашем обществе. И люди не придают значения чести, не придают значения клятве. Ни во что ставят что-то святое. А для Давида это было свято. Свято было то, что Саул был помазанник Божий. Вот почему была трагедия у Давида. Помазанник Божий. То есть Бог избрал Саула. Бог поставил его. И если этот человек умирает, это личная трагедия. Потому что это означает, что поругано что-то святое. Это проявилось даже в том, как Давид обошелся с вестником, который пришел и рассказал о том, что произошло. Этот вестник сказал, что я случайно пришел на гору Гильвуйскую. И вот Саул пал на свое копье. Колесницы же и всадники настигали его. Тогда он глянулся назад, увидел меня, позвал и сказал, подойди ко мне, убей меня. Ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне. И я подошел к нему и убил его. И за это Давид приказывает немедленно казнить этого человека. Как ты мог поднять руку на помазанника Божьего? Это был ужас для Давида. Хотя Саул был личным врагом Давида. Хотя Саул заслуживал по всем своим действиям, по всем своим поступкам, заслуживал наказание. Но поднять руку на помазанника – это было нарушение чести. Это было то, через что Давид переступить не мог. Люди только в наше время, собственно, потеряли это понятие чести. Еще во времена Средневековья честь, достоинство, верность слову было высочайшей ценностью, высочайшим достоинством и благородством человека. В Средневековые времена, когда рыцари попадали в плен, их никто не связывал, никто не сковывал их с цепями. Их просто оставляли там в обозе и не боялись, что они убегут. Им предоставляли полную свободу. Но если рыцарь сказал, что он в плену, что он сдался в плен, он никогда не позволит себе нарушить слово. Нарушить слово – это был ужас даже еще для Средневекового человека. А в наше время нарушить слово – это ничего не стоит. Люди легко дают свое слово, легко его забирают назад. Люди вообще забыли, что есть что-то святое в жизни. Для Давида Бог и его дело было самым святым. А что для нас является святым? Мы, как христиане, тоже должны хорошо понимать, что самое святое для нас – это Христос и Его Церковь. Это все, что составляет высочайшую ценность и святость для нас. Есть много святых вещей. Мы понимаем, что святость Родины есть, есть святость семьи, есть святость дружбы. Все это святые вещи, которые не должны быть нарушены. И только христиане, наверное, еще сохраняют представление о некой святости этих всех категорий. Но самая высшая святость – это Христос и Его Церковь. Даже если мы в чем-то нарушаем и отступаем, мы должны хорошо понимать, что есть самое святое, что никогда и ни в коем случае нельзя нарушить, и от чего отступить нельзя ни при каких обстоятельствах. Давид тоже оступался и согрешал. И Давид тоже делал много ошибок. Но от самого святого он не отступал, потому и в Псалме в этом он говорит, «Я буду хранить заповеди твои, буду хранить Слово твое, буду хранить суды твои, буду хранить то, что ты вручил мне». В этом 118-м Псалме – это самый большой Псалом, но в этом 118-м Псалме 15 раз употребляется слово «хранить». Давид постоянно подчеркивает, что он будет хранить, он будет беречь. Конечно, он не все мог сберечь, бывали случаи, когда он оступался. Но святое и самое святое он хранил независимо ни от чего, независимо ни от каких своих просчетов он знал и хранил это самое святое. Бог и его дело. Христос и его церковь – вот что является самым святым для нас. Я читал историю про одного служителя Божьего, человека, который был поставлен на очень высокое служение, но он в пасхальное утро, в воскресное утро, сидел на самой дальней скамеечке собрания детей Божьих и плакал. Он не проповедовал, он не пел в это пасхальное утро, он плакал, потому что предыдущей ночью он согрешил, сделал очень большой грех, нарушил верность, но все-таки он вернулся в церковь, и несмотря ни на какие обстоятельства, он сидел и сокрушался. Можно было бы приводить очень много примеров, когда мы с вами согрешаем и делаем какие-то проступки. Но если мы умеем приходить в церковь и плакать перед Богом, то это уже залог того, что мы сохранили в себе вот это самое святое, что есть и должно быть, независимо ни от каких обстоятельств. Другая история встречалась мне про женщину, для которой святостью был брак. Она так хотела вступить в брак, она так хотела иметь хорошую семью. Первый раз, когда она вышла замуж, то ей казалось, что жизнь будет устроена идеальным образом. Она ожидала ласкового мужа, она ожидала заботы, но через очень короткое время оказалось, что была ошибка, ее муж изменял ей, и они разошлись. Ей повезло, она вступила второй раз в брак. И снова радужные надежды. Но и второй муж оказался монстром, который еще хуже обращался с ней, чем первый. Третий муж оказался не лучше. Третий раз она вступила в брак и разошлась. После четвертого развода она уже знала все тонкости всех бракоразводных процессов. Она знала, как писать заявление, она знала и давала консультации, как надо поступать в том случае, если кто-то хочет развестись. Но после пятого развода она уже решила, что все, с браком покончено. Она неудачница, она полная неудачница, никогда не будет иметь семьи. В шестой брак она вступила уже, как гражданский брак. Казалось бы, что может быть хорошего с этой женщиной? Трудно ожидать что-то хорошего. Но я читал эту историю не в бульварной газете, я не читал эту историю в интернете, я прочитал эту историю Евангелия от Иоанна. Это была история о женщине, которая слушала Иисуса и которая стала миссионеркой, лучшей миссионеркой в этом самарийском городе. Она была совершенно недостойна того, чтобы нести служение. Она была законченная грешница по всем стандартам. Она попрала самое святое, что было у нее, представление о браке. Но она умела подняться. Она умела сохранить самое лучшее. Она умела сохранить представление о Боге. И тогда, когда Христос встретился с ней, она обратилась, она опокаялась, она изменилась. И не только она изменилась, весь город самарийский обратился. Это великое дело, которое совершила эта женщина. Я недосказал эту историю про мужа Божьего, который плакал в воскресное пасхальное утро. Его имя Петр. Это апостол Петр, который сидел в собрании детей Божьих, в собрании апостолов, в первый день воскресения и плакал, потому что всего несколько дней назад он изменил Господу. Он предал Господа. Он отрекся перед служанкой от своего Господа. Я думаю, что он чувствовал, что достоин самой страшной кары. Наверное, он должен был бы поступить так, как его друг Иуда. Накинуть петлю на шею и закончить жизнь. Он клялся, что никогда не отступит от Господа и отступил. Но Петр так не сделал. Петр сохранил самое святое. Он сохранил какое-то зерно, что-то особое, что было в его душе верности Иисусу. Даже не понимая, что происходит, даже невзирая на свои ошибки, он плакал и каялся за свои поступки. И Христос поднял его и сделал его апостолом Петром, тем самым, на котором строилось, много лет строилось здание Римской Церкви, который созидал многие церкви и в Вавилонии, и в других местах. Есть понятие чести, есть понятие святого. Если мы сохраняем это понятие святого, то тогда жизнь наша наполняется совершенно другим смыслом. Может быть, вы помните, что в школе все мы проходили повесть «Капитанская дочка». И эпиграфом к этой повести было у Пушкина слова, пословицы «Береги честь с молоду, береги платье с нову, а береги честь с молоду». Это хорошо известная пословица, но как она сегодня не популярна? Кто сегодня вообще говорит о чести? Если вспомнить историю «Капитанской дочки», то это история о чести. Люди готовы были отдавать свою жизнь, чтобы сохранить честь. Родители Машеньки отказались присягнуть Пугачеву, и он покончил с ними. Они были казнены. Все, что рассказывается в этой истории, как раз рассказывается о чести. К сожалению, в школе, конечно, на этот аспект «Капитанской дочки», наверное, меньше всего обращают внимание. Но это как раз смысл, который хотел Пушкин передать этой повестью. «Береги честь с молоду». Если бы Давид не берег свою честь, если бы Давид так высоко не ценил то, что делает Бог, то он, конечно, не плакал бы в тот день, когда ему принесли известие о смерти Саула, его врага. Он бы радовался, но он плакал. Он умел беречь честь. Это был человек чести, несмотря на все свои ошибки, несмотря на все свои согрешения. Мы с вами тоже должны проанализировать свою жизнь и понять, и сформировать, и воспитать в себе истинные представления о чести, о чести и достоинстве, которое диктует Священное Писание. Мы можем ошибиться, но мы не имеем права отказаться от самого важного, от Христа и Его Церкви. Церковь Иисуса Христа – это Он и есть. Нет такого представления, что кто-то может отказаться от Церкви и быть со Христом. Христос – это глава Церкви. Представьте себе, разве может быть глава без тела? Если бы мы знали только головы людей, но не знали бы их целиком, разве имели бы мы представление о человеке? Человек – это цельное сотворение. Христос в целостности, цельным, представляется только тогда, когда Он с Церковью Своей. Поэтому так важно для нас сохранить единство со Христом и с Его Церковью, быть со Христом и Его Церковью. А сделать это можно, если сделана ошибка, если произведено что-то не так, через покаяние. Можно вернуться снова ко Христу и к Его Церкви и восстановить свои правильные отношения с Ним. Аминь. Помолимся Господу. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами, рассуждали вместе с нами над библейскими текстами. Цель наших программ – помочь в укреплении духовности и нравственности нашего общества. Если у вас возникли вопросы или предложения, пишите нам или звоните по телефонам и адресам, указанным на титрах. Пусть Господь благословит вас и даст мир вам и всему Дому вашему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова